Какие убеждения приводят человека к вероотступничеству? Во-первых, конечно же, что означает вероотступничество? Вероотступничество означает, что человек был в вере, потом отошел к ней. И говоря о вероотступничестве, есть такой аят в Коране. А тот человек, кто предался товарищу Аллаху, или же отошел в неверие другими путями, то этому человеку всеучнее делает рай запретным. И местом его, куда он придет в Ахирате, будет ад. И также, например, любой грех, если человек кается от него, всеучнее упрощает. Также любой грех может всеучнее и без покаяния тоже простить по своей милости, кроме одного греха. Это что за грех? Это именно грех неверия. Поэтому Всевышний в Коране говорит «Инна Аллах ла ягферу аниюш ракабихи». Всевышний не прощает, когда передают ему сотоварища, когда в отношении к нему проявляют неверие. Во истину, Всевышний в Коране Всевышний Аллах говорит «Тот, кто отойдет от религии, то есть отречется от религии ислам, и в этот момент он умрет в таком положении, в куфру неверие». Аллаху Талли говорит «Он кафир, он неверующий». И все те поступки, которые он совершил, эти все поступки Аллаху Талли говорит «сжигает». То есть у него не остается ничего из его поступков в этом дуняле и в Ахирате. Есть такой хадис от Абу-Дардаа, где посланник Аллаха обращается к Абу-Дарде, говорит «Ты не отходи от веры, если тебя даже разрежут на части и сожгут. И ты не оставляй обязательную молитву намеренно никогда. Тот человек, кто ее намеренно оставит, то этот человек, он отдаляется от ислама. И ты никогда не употребляй хмельного. Почему? Потому что поистине хмельное является дверью во все зло». И также Аллаху Талли говорит «Вамайямтаги гайраль ислам динан фалай юкбал минху, ва хуа фил ахирате минал хасирин». Тот человек, который требует помимо религии ислам, иную религию, от этого человека эта иная религия с Вишним Аллахом не будет принята, и этот человек в суть на день является из хуасирином, из обанкротившихся людей, оставшихся ни с чем. Говоря о неверии, например, что означает неверие? На русском, на арабском языке здесь слово куфр. Что означает куфр? Куфр означает отрицание. Отрицание чего? Отрицание того, что является обязательным по отношению ко Всевышнему. Отрицание того, что является уважаемым в исламе. Отрицание того, или же принижение, унижение того, что в исламе является и имеет огромную ценность. Также, например, и вот это неверие, оно иной раз бывает явное и открытое. Ну, всем понятно, всем ясно. А иной раз оно может быть скрытой формой. Вплоть до того, мы говорим, что ислам, неверие, оно может исходить из чего? Из того, что когда человек принижает, унижает то, что имеет огромную ценность свою. Допустим, если человек употребляет уменьшительное слово по отношению к какому-либо из имен Всевышнему, допустим, да, или же качеству, это тоже есть неверие. Понимаете же? Даже если это будет уменьшительное, воскательное, да, в любом случае по отношению ко Всевышнему и его величию, это неприменимо. Поэтому нужно знать, да, вот, есть вещи, которые возвеличиваемые, их нельзя, да, принижать или уменьшать. Есть три действия, есть три действия, которые могут привести человека в неверие. Первое, это убеждение, слово или же действие, которые могут привести человека в неверие. И тот человек, который убежденно, если этот человек, сам понимая, или же упрямо, или же насмешкой, с издевательством, или же, например, даже в опьяненном состоянии, но если это он был пьяным, сам, например, он добровольно выпил. Не заставили выпить, и он произносит слова куфра, а сам захотел, выпил, и вот этот момент, если он произносит слова куфра, вот эти люди, добровольно кто, или упрямо, зная, что Аллах есть, что-то он делает специально, слова произносят куфра, или же издеваясь, вот эти моменты, этот человек может выйти из религии. Этот момент, этот человек попадает в неверие, вредат, вероотступничество, да, стережет нас, ищущий Аллаху Таалю от этого. И здесь бы хотелось бы, в первую очередь, сказать насчет иатигада. Иатигад — это убеждение, сердечное убеждение, которое могут человека вывести из религии. Как мы говорили, есть три вещи — слово, действие и убеждение. Первое мы раскроем насчет убеждения. Касательно убеждения, если человек, он убежден в отношении, например, той вещи, которая в исламе однозначно и общеизвестна, и он отрицает такое. Например, человек утверждает, что этот мир, в котором мы существуем, он не является безначальным. Или же, если он отвергает, говорит, нету Бога на этой земле. Сколько случаев было, уважаемые братья и сестры, что вот когда человек всю жизнь вроде бы в исламе находится, и под конец своей жизни он говорит, если бы, говорит, Аллах был бы, то со мной так не случилось бы. То есть этот человек в конце жизни вот выходит из религии. Вот такие глупости делают некоторые люди. Или же, например, если этот человек отвергает пророка нашего, отвергает 25 пророка, которые упомянуты в Коране, хоть одного из них, если он говорит, что это не пророк, отвергает. Или же то, что он пришел с этой миссией, это не пророчество и так далее. Если же, например, из Корана он что-то отвергает. Сам Коран отвергает, говорит, за Кораном не нужно следовать. Это убеждение, если у этого человека есть. Или же, например, что он говорит хоть один аят, который иджмау мусульмина есть, что этот аят, кто отвергает, тот попадает, например, там бывают места, где человек на счет бисмиллах. Некоторые ученые говорят, в этом месте нужно бисмиллах ставить, а некоторые говорят, что не нужно. Вот такое, где спорные моменты, в этих местах этот человек может не выйти из религии. Но где единогласие, что кто хоть одну букву эту отвергает из бисмиллах или из чего-то, то этот человек выходит из религии. Вот это место, если он даже убеждается. Если человек говорит, судный день, я не верю. Судный день, я не верю. А сколько таких людей на сегодняшний день говорят, когда им говоришь, уважаемый, нужно намаз делать. Судный день, ты что будешь перед свящим Аллаху? Это еще неизвестно, говорят. Такой день есть или нет. Там оттуда еще никто не возвращался. Вот такие глупости начинают люди говорить и тем самым могут себя вывести из религии. Или же, например, кто-то говорит, рая, ада нет. Отвергает этого. Не убежден в этом. Или, например, кто-то отвергает, что как если человек, как Аллаху Таилю обещает, если кто-то будет добро делать, Аллах же ему воздает добро. Если же он будет зло делать, Аллаху Таилю наказывает его. Он говорит, этого не бывает. Такого нету, если кто-то скажет. Я вот буду здесь жить, что хочу, буду делать. Мне никто ничего не сделает. Это тоже, этот момент может быть из религии. Или же, например, этот человек убеждается отсутствием какого-то сифата из-за обязательных сифатов Всевышнего Аллаха. Какой-то сифат он говорит, например, Аллах не видит или не слышит. Если он какие-то сифаты, он касается, которые обязательно Всевышнему Аллаху отвергают их. Или же, например, те сифаты, которые Всевышнему Аллу не присущи, он добавляет их. Вот этот момент, очень опасный момент, который в наше время очень много распространено, вот в этот момент тоже этот человек выходит из религии. Утверждение, что у Всевышнего Аллаха есть органы тела, части тела, это автоматически приводит человека к вероотступничеству. Почему? Потому что такое утверждение, вот таким утверждением человек уподобляет Всевышнего Аллаха его созданием. Также утверждение, что Всевышний Аллах находится над Аршем, над небесным престолом, также приводит человека к вероотступничеству, так как он уподобляет также Всевышнего Аллаха его созданием. То есть он придает Всевышнему Аллаху те качества, которые присущи только созданиям Всевышнего Аллаха. Есть слова с подвижника пророка, саляму Али ибн Абут Алиба, Каррам Аллаху Ваджаху, Али ибн Абут Алиб говорит, Смысл этих слов Всевышний Аллах создал Арш, создал небесный престол, чтобы показать свое могущество, а не местом пребывания для себя. Почему ученые Ашари и Матуриди создали мазхаб, учение насчет Акида? Вероучение насчет Всевышнего Аллаха, насчет Тавхида Единобожий. Потому что люди уже после послания к Аллаху, когда уже люди чем дальше отходили от времени пророка Сосума, тогда уже люди начинали всякие глупости говорить. Кто-то по своим умозаключениям начинал вот все, что касается глубоких мест насчет Всевышнего Аллаха, то, что выводит его из религии, вот таких мест начинали касаться. И тогда они создали мазхаб, который по Аглу Сунна Валь-Джама'а, по Корану Хадису соответствует, и все, которые находятся в нашем времени, обязательно должны этому следовать. Кто от этого выходит, этот человек тоже может попасть, конечно же, в опасный момент, выйти может из религии тоже. Также, например, неверие может быть, некоторые попадают под влияние секты и могут утверждать, например, переселение душ. Это тоже есть неверие. Почему? Потому что в этом случае идет отрицание чего? Отрицание того, что в Судный день все будут оживлены, воскрешены, и каждому воздастся по его деяниям. А если на этом же свете каждый будет получать свои деяния, те аяты из Корана, которые однозначно говорят, что будет воскрешение, будет суд, и будет воздаваться, куда мы их денем? Поэтому то, что говорится однозначно в Коране, однозначно говорится в хадисах, его отрицать нельзя. И тот, кто отрицает это, он попадает в неверие. Если же, например, в религии то, что обязательно каждый человек, вот просто, есть люди, которые слышат об исламе, они знают, что в исламе нельзя пить, курить, нельзя пить, зина делать при любодеянии, или там намаз, это все, они все слышат, вот знают, которые по необходимости. Когда о религии говорят, уже человек, который знает, что в религии вот эти вещи можно, это нельзя. Которые, иджмау мусульмин, все мусульмане единогласились на дозволенности этих вещей или отрицаемости этих вещей. Как, например, распитие напитков. Все знают, что это запрещено в религии, храм. Все знают, что зина при любодеянии является храмом. Или же, например, знают, что пять намазов есть, больше нет. Кто-то знает и намаз, пост, хадж, вот эти обязанности знают люди. И вот кто-то, если говорит, что можно пить, это дозволено, нужно пить, кто говорит, этот человек выходит из религии. В наше время таких людей тоже очень много говорит. Время от времени нужно пить. Там, это получается, Аллаху Тааля, который сотворил весь этот дунья, все, что здесь есть, он, Аллаху Тааля, говорит, не пейте. А какой-то человек, которого Аллах сотворил, этот человек говорит, пей. То есть, напротив слова священного Аллаха, вот такую большую миссию берет на себя этот человек. Или же говорит намазом. Насчет намаза очень много бывает. Намаз, священного Аллаха, обязан на всю уму. Если кто-то говорит, намаз не нужно делать, это необязательное действие. В этот момент этот человек тоже выходит из религии. Общеизвестно, что намаз это является обязанностью каждого мусульмана. Человек, если будет отрицать обязанность намаза, обязанность поста, обязанность выплаты заката и так далее, и так далее, это тот факт, который общеизвестен. Тот факт, который общеизвестен. Этот человек, когда будет отрицать тот факт из Истама, который общеизвестен и однозначен, этот человек попадает в неверие. Могут быть случаи, когда, например, человек по незнанию, например, вчера пришел в ислам или вырос там, где никого не было, абсолютно никаких знаний не было. Это случай исключения, когда человек по незнанию. Мы говорим о тех фактах, которые являются однозначными и общеизвестными. Когда человек, зная, он идет на такой шаг. Вот такие обязанности, как про зина, например, это же харам, все знают. Кто-то говорит, что зина можно делать. И очень много в наше время есть молодежи, которые говорят, а зачем тогда Аллах их сотворил, если этого с ними не делать? Если про лебедя не делать, зачем их столько на этот дуня выпустили? И вот такие моменты джахилев не везет. Вот в наше время очень сильно распространено. И очень много, которые касаются таких тяжелых моментов. Например, кто-то еще может сказать, то, что Аллаху Таиле дозволил, он запрещает. Или то, что Аллаху Таиле запретил, дозволяет. Это тоже является то, что приводит человека к неверию. Очень опасный момент. В наше время бывает, человек по своему умозаключению думает, если она ему подходит, или ему нравится какое-то действие, он не смотрит, шариат. Аллаху Таиле это действие хвалит или отрицает. Он думает, а если так, я буду так делать. И говорит, что так нужно делать. Не соответствует шариатам. В этот момент этот человек тоже может выйти из религии. Очень опасный момент, уважаемые братья. Также, например, обвинение мусульман в многобожии, то есть приписывание мусульманам идолопоклонения, это тоже приводит к вероотступничеству. Например, убеждение, что если человек делает кого-то посредником между собой и между священным Аллахом, и утверждает, что такой человек попадает в неверие, это тоже вот такое убеждение тоже приводит человека к вероотступничеству. Поэтому, когда речь идет о таком большом грехе, о таком большом грехе, как же у человека язык поворачивается, эта вещь говорит. Просто-напросто эта вещь говорит. Представьте себе вот два человека, когда один, например, другого, нецензурными словами просто-напросто обзывается, порой до убийства доходит это дело. Просто-напросто человек сказал там какое-то слово, маму задел, папу задел там и так далее, уже это слово доходит до кровопролитие. Что же касается куфру, то с ней, вот это ширк, то с ней не сравнится никакой грех в этом мире. Как же можно эта вещь говорить другому? Это же нелегкий грех. Поэтому, значит, это очень тяжелая вещь и, значит, человеку, просто даже произносить это слово человеку должен быть страшно. Также из убеждений, которые выводят из Ислама, может быть довольство, согласие с неверием. Например, когда человек, например, согласен с тем, что человек может отрицать того Создателя, который его сотворил, того Создателя, который каждую долю секунды поддерживает его жизнь и жизни всех вещей, которые его окружают и те, которые находятся, которых он даже не представляет себе. Человек, когда отрицает того Создателя, который создал каждую клеточку своего тела, это, конечно, далеко от человечности и нравственности и духовности тоже. И когда человек, мы говорим о неверии, когда человек бывает согласен, доволен, неверие, он попадает в неверие. Что означает согласен или доволен? Например, человек говорит, да, говорит, есть такой ситуация, ты можешь, например, отойти от ислама, человек попадает в неверие. Или даже если он как-то укажет, каким-то жестом даже покажет, это есть однозначно неверие. Почему? Потому что это есть согласие с тем, что человек может быть таким неверующим. Даже, если человек подошел к мусульманину и говорит, да, я хочу принять ислам, помогите мне, он не учит его исламу. Он должен как минимум научить его произнести форму шахадат. Даже если он этого не делает, он говорит, подожди, я сейчас занят, у меня сейчас не получается. Он не имеет права так говорить. Почему? Потому что если вдруг этот человек умрет, кто за него будет отвечать? Очень важный момент, очень важный момент, потому что были девушки, которые принимали ислам, и они рассказывали, что многие давно просили наших соседей мусульманин, что мы хотим ислам принимать. Они там хорошо, и так далее, годами длились эти вещи. И если даже мы на некоторый момент скажем, подожди, в этот момент тоже этот человек входит в религии. Очень опасный момент. Понимаете же, в данном случае, если человек, он говорит, да, подожди, получается, то, что он говорит, подожди, это означает, что он согласен, чтобы он был и час, и год, и там, сколько-то времени, в неверии. Это есть согласие с неверием. Хотя не прямое, хотя не открытое, но есть скрытая форма этого. Понимаете? И вот это, мы говорили, что бывает открытая форма, может быть скрытая форма неверия. Почему? те факты, которые идут, они указывают на неверие. Если же человек, очень опасный момент, если человек в данный момент говорит, я завтра стану неверующим человеком, я завтра религию, ислам оставлю, или там, послезавтра, или же через месяц я эту религию оставлю, кто-то говорит, в данный же момент этот человек выходит из религии, в данный же момент становится кафиром. в ту же секунду, когда у него есть намерение, не то, что иногда бывает, что он бросил в сердце, вас-вас называется, не вас-вас, а именно намерение. Вот человек решил для себя, что он отойдет от веры. Вот эту долю секунды этот человек отошел от веры. Например, убеждение, что если тот, кто совершает большие грехи, он тоже попадает в неверие, вот такое убеждение тоже приводит к вероотступничеству. Если же человек получается так, что сам выпивает, не убеждаясь в том, что это является дозволенным, он знает, что это харам, нельзя, но по своей слабости веры, имана, если он и грешит, и прелюбодействует, или выпивает, и эти грехи совершает, в этот момент этот человек просто грешный мусульман, грешный человек. Этому человеку нужно сделать табу, покаяние и быстро попросит Аллаха прощения за эти грехи. Но это, этого человека не выводит из религии, потому что он убежден, что это является запрещенным. Просто он по своей слабости, веры, он исполняет это, делает он это. Это является границей разницы, так как кто-то убеждается, что это можно, а кто-то знает, что это нельзя, но по своей слабости, веры, он исполняет это и делает это. Это, конечно же, или же свинину употребляет, или вот что-то с этим касается. Это все, если этот человек убежден, что это нельзя, этому человеку, конечно же, нужно просто толпу сделать, покаяться и оставлять этот грех. Есть вещи, которые, например, как сказать, они близки от неверия, а самым неверием не являются. Вот, например, тебе говорят, например, да, вот как про какого-то этого пророка, был такой пророк, например, ты веришь в него, а ты не знаешь, этот человек был, этот пророк, он был такой пророк или нет, ты что должен сказать? Ты должен сказать, если такой пророк был, я в него верю. Понимаете же? В любом случае, если что-либо однозначно говорится, например, какой-либо аят или хадис, в любом случае, человек должен, он не должен отрицать его. Если мы привели, он должен сказать, если есть такой аят, Я его признаю, я его признаю. А отрицать, не зная, что это неправда, человек не имеет права. И здесь хотелось бы пояснить, в первую очередь, если человек умирает в вероотступничестве, вот этот момент, его все поступки сжигаются. Но человек может быть, в какой-то промежуток он попал в вероотступничество, отрекся от нашей религии, а после этого, если он обратно засвидетельствует, прочитает шахадат, он может вернуться обратно к религии ислам. И этого человека, только тот промежуток, который он пропустил намазы во время вероотступничества, ему нужно их возместить, и все. А предыдущие его поступки не нужно возмещать, но наши ученые говорят, имам Шафи и так далее, что хадж, который он совершил, если после этого он попадет в вероотступничество, нужно этот хадж тоже возместить. Мусульманину прежде всего, чтобы не впасть в вероотступничество, следует изучать, глубоко изучать ислам. Он должен знать суть ислама. У него должны быть знания об исламе. Потому что самый большой враг для человека, особенно для мусульманина, это джахлю, то есть невежество, незнание. В первую очередь он должен брать ильму от истинных ученых-богословов, которые придерживаются мазхабу, ученые, которые относятся к ахлю сунна валь-джамаа, к людям, которые относятся к числу людей сунната и общины, и согласия. То есть нужно брать ильму от чистого источника, нужно брать ильму из достоверных, из конкретных книг великих, общепризнанных ученых-богословов. Во-вторых, нужно предостерегаться от всяких течений, от всяких сектов, от их ложных, заблудших идеологий. К примеру, мы знаем, чтобы погубить одно дерево, недостаточно сломать ветви, нужно повредить его корень. Точно так же вероубеждение, то есть акида, является основой нашей веры, является фундаментом веры. Поэтому у кого нет правильного вероубеждения, вероубеждения, можно сказать, у того человека нет вообще веры. И наоборот, у кого правильное вероубеждение, этот человек находится на истинном пути. Воистину, вероотступничество, ученые говорят, это афхашу анвай аль-куфри, самый мерзкий вид куфра. Почему? Потому что человек, который не получил ислам, который иман вообще не получил, это человек как-то, он неверующий и так далее. Но тот, который был в исламе, который понял истину, суть религии, находился внутри религии, и после этого, если он уже выходит из этой религии, это называется, как бы у нас говорится, из князя в грязи. И вот от этой чистоты он переходит в грязь. И это сам ученые называют, это афхашу анвай аль-куфри, самый мерзкий, самый некрасивый вид куфра, неверия. И здесь можно перечислить много разных убеждений и утверждений, которые приводят человека к вероотступничеству. Но пусть Всевышний Аллах сохранит нас от таких убеждений и утверждений, которые нас приводят к вероотступничеству. Субтитры создавал DimaTorzok